Ну что, привет, друг, с тобой Эван, мы продолжаем играть на сервере Смотр Рейдж, всё как всегда, и сегодня, как ты понял, по названию, по привероликам мы будем получать бесплатный премию, покупать четвёртый бизнес, посчитаем, сколько же я могу заработать за год на четырёх бизнесах, как это всё было, продадим пару тачек из моего автопарка, ну короче, будет интересно, поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что именно на этом сервере у меня свой личный промокод Эван, вводи его при регистрации и получай 50 тысяч рублей на свой баланс, иди сдавай на права, не работай на свою мечту. Ну знаешь что, после обновления, которое вышло 10 марта, в тот же день раздавали бесплатный премиум, а премиум что нам даёт? Правильно, если мы откроем на телефон, мы сможем посмотреть, что он даёт, потому что я не помню. Он даёт как бы фиолетовый, а, пурпурный, сори, пурпурный цвет над вашей головой, скидка на 50% на штрафы, вы не теряете ранги и опыт, 10% к зарплатам, убрали 10% и добавили его через премиум, ну смотря, плюс одно машиноместра в F3, можно купить четвёртую коммерцию, вот это самый главный пункт в этом премиуме. Если бы ещё можно было покупать четвёртый дом, было бы ещё охуенно. Их с два заработок опыта, в два раза меньше расход топлива, в два раза дешевле пластика, в два раза меньше износ и 100 тысяч игровой валюты. И, кстати, в два раза меньше расход топлива мы с вами тоже проверим, только в следующей серии. Они сказали, что будут раздавать бесплатный премиум в 8 часов вроде по... а не в 10 часов по МСК. И, как бы, я думаю, самый главный бизнесмен, у которого есть деньги. Они поняли, бля, можно купить четвёртый бизнес и вообще кайфовать, можно сказать, нифига не делать. Я так же подумал, вот, поэтому мне нужны были банки. На этом сервере есть, как бы, бизнес на 15, 30, 45, 50... не помню, у меня не 50 есть. На 60, 85 и 100 тысяч выплат. И самый жирный этой сотки. У меня есть 3 беза, 3 по сотке, который я купил ещё при открытии сервера в 2020 году. Если что, серию я оставлю в описании, вот, можете зайти посмотреть. Потом я, конечно, одним безом обменялся для себя в более выгодном положении. Вернее, вместо нахождения. Ссылочка тоже оставлю в описании, вот. И у меня оставалось где-то 15 миллионов. А я хотел купить уже четвёртый бизнес на сотку. На сотку раньше стоили по 21-23 миллиона. Но, как я только спросил... Кстати, в моей местности, где у моих 3 основных беза, их вообще не было. Я спросил, почему безы, они такие 27. Следующего спросил, он такой 28. Я такой, чего? Третьего спросил, он такой 26. Типа 26, 27, 28. Я такой, угу. В итоге я буквально первый день ещё, можно сказать, про АФК-шил. Ну, там VIP-ку на один день раздавали. Я имею в виду вечер, я про АФК-шил. Ничего решил не покупать, а решил продать свои автомобили. Потому что у меня было 15 миллионов, и занять деньги не было у кого. Вот. И решил я продать два автомобиля. У меня, как бы, был банан ЦЛС мой, который мы с вами строили ещё до нового года, как дрифт проект. Конечно, это звучит очень странно, да. Вот, мы его решили продать. И челленджер, с которого мы сняли номер на вот эту прекрасную Феррари. Вот, я челленджер хотел оставить, но пришлось мне его продать. В принципе, как я их продавал, и как мне выдали VIP-ку, вы можете посмотреть прямо сейчас. Если раздадут премию, то придётся попрощаться с этими малышками. Ну, или хотя бы из одной. Ну, если честно, они мне две не нужны. Поэтому две сливаю. Но где-то сейчас должны выдать всем премию. Ну, пока что не выдали. Я думаю, напишут. Я не знаю, дорого, недорого. Но вот это, по идее, рынок 6. Но за 6 продают такие, которые там по 10, по 15 владельцев. У меня 3. И он ФТ. За 5,8. Охуенная цена. Челленджер. Но с этим всё потяжелее, потому что это не ликвид. Но. Он ФТ. И он один владелец. Один. Поэтому его можно попытаться за 8 слить. А его за 5,8. Друзья, с системой выдачи прямо проблема. Ха-ха-ха. Понимаю. Всё как всегда. У меня какой-то перекуп написал. За 4,5 по фасту заберу банан. Чё, упоротые? Буду ещё прямо переносить на завтра. Заебись. Вот наш покупатель стоит. О, какой-то нонай. Проверяй. Понимаю. Эванс. Эванс. Есть Эванс. Эванс. И Ви. Или. Ну, короче, очень много фейков. Челленджер. Хелкет. На номере. Офигенном. 7,7. Спасибо. Удачи. Чё, дни писали, не писали. И тут резко всё написали. Сразу после челленджера едем продавать банан. Нам, получается, предлагают. Давай. Транспорт. 5,7. Да. Готовый. Готов. Удачи. Вот это ты заплатил 500 рублей за музыку. Тап можно посмотреть? Ору. Просто ору. Ну, всё. А, 100 тысяч не дали. Прикол. Ладно. Четвёртая коммерция. Бизнес. Погнали за бизнесом. Ну, что. Получается, я продал тачки. У меня достаточно бюджета. И я пошёл искать бизнес. И, как я говорил, я не смог найти бизнеса где-то вот этой локации. Чтобы было близко возле моих трёх основных бизнесов. И нашёл только единственный, который находится вот здесь. Пока мы будем ехать сюда, я вам покажу, в принципе, как. Я его покупал. Погнали. Изысковно, конечно. Здорово. Вот, короче, первый и... Блядь. Видишь, там, короче, одежда. Через дорогу, вот там, где дороги. Ага. Красная. Вот, вот, прям там, рядом. Мы поехали, ты посмотри. Ну, по идее. Офиг, давай этот. Короче, приехали покупать бизнес. Ювелирный магазин. Хо-хо-хо. За 25. Дешевле нет. Самый низ ринг. Да. Блядь, комиссия. Ладно. Спасибо. Удачу, любви, здоровья, успехов. Взаимно, взаимно. Четыре беза. Я бизнесмен. Ну, вот такой вот бизнес, как вы поняли. Это ювелирный магазин, да. Ювелирный магазин, ничего себе. На самой дорогой улице в Лос-Антосе. Если кто не знает по сюжету, вот здесь стоит Вейрон. Ну, как бы, Бугатти, не помню, как он там называется в игре. Вот. Но здесь стоит Вейрон. По легенде, в Лос-Антосе, вернее, в Лос-Анджелесе, в мире реальном, а здесь стоит Вейрон, владелец которого умер, и его никто не смог забрать. Вроде как-то так эта легенда гласит, и разработчики этой игры, бля, рассказываешь, мурашки по коже идут. И разработчики этой игры, Rockstar Games, решили добавить вот здесь Вейрон тоже, который стоит, и ты, в мире GTA, мог его угнать. Вот такой вот, короче, бизнес. Есть баланс? О, 100 тысяч заименец. Молодёжь. И у меня сейчас осталось 20 лямов, это уже мне накапало. Купил я его, получается, 25, с комиссией 26 хером. И давайте теперь посчитаем, сколько же я могу заработать за неделю, месяц, год. Пару математических действий, и я вернусь. 50, Стас, если ты посмотришь второй ролик, тебе привет. Знаешь что, я посчитал, сколько я смогу заработать денег за месяц, за неделю, месяц и год, когда у тебя три биза, и за неделю, месяц и год, когда у тебя четыре биза. А, кстати, забыл добавить, если у тебя есть премиум, ты сможешь его купить, а если у тебя нет премиумки, то ты его не сможешь купить и не сможешь продать. И если у тебя слетает премиумка, то у тебя бизнес не слетает, так что не стоит переживать. У меня сейчас нет премиумки, у меня есть свободный бизнес. А как я его буду продавать, я не знаю. Ну, наверное, только можно его продать, типа, способом, что игрок тебе дает деньги, переводит. Ты бизнес сливаешь в гос, и он покупает из госа. Каким-то таким способом можно его, думаю, продать. Но, если честно, может, его и можно продать через меню, я не шарю, но вряд ли. Это как бы минус места, как в 3 бага. Мне кажется, как-то здесь тоже. Значит, за неделю, когда у тебя 3 бизнеса, ты можешь заработать 2,1 миллиона. А когда у тебя 4 бизнеса, ты можешь поднять 2,8 миллиона. То есть, на 700 тысяч в неделю больше. Если у тебя 3 бизнеса, ты в месяц можешь заработать 9 миллионов. А если у тебя 4 бизнеса, ты можешь в месяц заработать 12 миллионов. То есть, на 3 миллиона больше. И теперь самое главное. За год, если у тебя 3 бизнеса, ты сможешь заработать 109 миллионов 500 тысяч. Это если у тебя 3 бизнеса. Если у тебя 4 бизнеса, ты сможешь заработать 146 миллионов. Это на 36,5 миллионов больше, чем ты сможешь заработать на 3 бизах То есть четвертый бизнес выгодный и стоит его покупать Это конечно прикольная система, что когда ты покупаешь премиум, ты можешь иметь четвертый бизнес Но было бы лучше как в САМПе на Аризоне, как я в свое время предложил администраторам Которые в принципе там также забивают, хотя они там не особо забивают на мнение игроков На то, что я придумал, они забили хер и мне ничего не дали, мне обидно Что я придумал? Я придумал в САМПе, кто играет на Аризоне, есть такая система как бизнесмен То есть за 2000 рублей донатных ты сможешь купить расширение своего персонажа Который дает тебе возможность купить еще 2 дополнительных бизнеса То есть у тебя там 1 ты можешь иметь, вроде если не ошибаюсь, или 3 А если честно уже на Аризоне давно не играл, не помню, вроде или 2 ты можешь купить Ну короче тебе дает еще 2 или 3 дополнительных места под бизнесы Например, если бы здесь было такое расширение, например, там за пару десятков миллионов игровых Либо там за, окей, за донатные рубли ты сможешь купить это расширение навсегда И у тебя, например, будет возможность иметь 5 бизнесов одновременно, всегда Конечно, с одной стороны, это хорошо для одних людей А с другой стороны, это плохо, потому что Мажоры поскупают все бизнесы себе Вот, и рынок вырастет прям капец быстро В принципе, он и так уже вырос Хотя, если Мажора забанят 5 бизнесов, слетит сразу, это обалдежь будет Ну а что, у меня на этом все Вот такое я туда слышал, надеюсь, тебе он был интересен Если это так, нажми на лайкос, напиши обязательно комментос Чем больше эта серия соберет лайков, тем быстрее выйдет следующая У нас гонки с бампером, чисто сзади Ясно Давайте 60 лайков и следующая серия выйдет как можно быстрее Подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые ролики Тем более, там уже почти скоро 4000 Ну с тобой был Эван, всем желаю хорошего дня Всем удачи и всем пока